День Народного Единства День воинской славы в России Отмечается в нашей стране с 2005 года Этот праздник был установлен В честь важного события в истории нашей страны Освобождение Москвы от польских интервентов А что об этом празднике знают люберчане Узнаем прямо сейчас 4 ноября, раньше это было 7 ноября Это день Октябрьской социалистической революции День Народного Единства Это праздник Ну как это праздник Это народ должен быть все едины Вместе Сплоченные Не важно какой ты расы Как брату, как другу То есть быть все едиными Единство нашего оружия Единство нашей культуры Объединение России и всех народов В которых живут в России Мы сплочены за свою страну И поэтому мы празднуем этот праздник И даже официально с выходным днем Поздравляю всю страну С этим праздником Великое дело сделали наши предки Предки для потомков Так что всех с праздником С удовольствием поздравлю люберцы И все прилегающие территории К люберцам с этим праздником Пусть будут счастливы и здоровы И празднуем этот праздник Как раньше Октябрьской праздник Как показал наш опрос Большинство люберчал не знают О значении и истории возникновения Праздника Дня Народного Единства Но главное Они знают, что он символизирует Ни для кого не секрет Что предшественником Современного гимна России Был гимн СССР 28 октября 1943 года Поэтов Сергея Михалкова И Эль Регистана Вызвали в Кремль Где первоначальную версию гимна Правил сам Иосиф Сталин После развенчания культа личности Имя Сталина из текста убрали После этого гимн менялся Еще несколько раз А какую его версию Помнят люберчане Давайте спросим Ой, девушка Вы там Мне напомните Я это самое Ну, какой Россия Великая А, наша держава Что-то наша страна Что-то такое Дальше Помню Единственный только гимн СССР Ну-ка, а давайте Союз нерушимых Республик свободных А дальше? Дальше не помню Союз нерушимых Республик свободных А дальше? На веки сплотило Великую Русь Россия Священная Наша держава Россия Великая Наша страна Свободна А, могучая воля Великая слава Когда был написан гимн? Помните? Первый вот этот вариант На эту музыку В Советском Союзе В каком году они Помните? В 70-м Каком-то Ладно А кто автор? Человек Вы знаете, кто написал гимн? Ой, девушка Бабушке уже 60 лет Уже сейчас все забыла А в каком году? Что? Написал Первый вот этот вариант Про Советский Союз Ой, давно, давно, давно Где-нибудь, может, в 60-х? Никита Михалков Иреган Михалков, да Иреган Ага, скажите Вот когда была написана Первая версия Именно Советского гимна Помните? Ой, наверное, 50 Какой-то там год Как символ страны Гимн Это и есть символ страны Такой, чтобы был Патриотизм был Например, когда вот Наши хоккеисты Футболисты стоят Чтобы все знали Это показатель Нашего существования И наша визитная карточка Ну как же Самая главная песня, наверное В которой все отражается Хорошо отношусь Потому что оно Именно поддерживает Россию Что именно людей поддерживает Что она Великая страна Действительно Как Вы относитесь к тому Что гимн России Был восстановлен из Гимна Советского Союза? Замечательно Почему? Потому что У нас устраивает полностью И содержанием И музыкой И нашим прошлым Зачем нужно делать Менять то, что уже Хорошо Я не считаю, что это плохо Россия существовала Как империя Как Советский Союз Теперь существует Как Федерация Ну Во всяком случае Это часть нашей истории Пусть она будет Итак Несмотря на то, что Люберчане не помнят Кто и когда Написал первоначальную версию Гимна Его слова Они помнят наизусть И считают гимн Главным символом Страны Наталья Григорьева Дмитрий Куликов Специально для рубрики Свободный микрофон Флаг России Флаг России Это официальный Государственный символ Его цветам Приписывают Множество значений Одна из самых Популярных Трактовок Говорит Что белый цвет Символизирует Благородство И открытость Синий Символизирует Честность И верность Красный Мужество Силу И любовь А знают ли Люберчане Что значит Цвета нашего Триколора Узнаем Прямо сейчас А белый Синий Красный Что не значит Так Вот знала Ну забыла Белый Это наверное Я знаю Что это Свобода Что-то Равенство Братства Нет Ну я думаю Небо Наверное Ой ну Воздух Небо И огонь Может что-то Типа того Ну небо Море И еще что-нибудь Красоту Солнце Небо И? Да Ну что еще белое Ну три цвета А и мой Вода Синий Небо Красный Цвет Крови Белый Цвет Мира Что значит Каждый Из них Не знаю Что каждый Из них Но мне нравится Ну это Очень уверенно По-моему Стихия Да Три стихии Огонь Вода И воздух Да небо Кремль Небо Облака Красный Соответствует Кремлю Синий Небо Белый Облакам Соответственно Как показал наш опрос Большинство Люберчан Считают Что три цвета Российского Флага Означают Три стихии Вода Воздух Воздух И огонь В Люберцах Постоянно Проходят Мероприятия По благоустройству И озеленению С годами Город Становится Краше А достопримечательных И памятных Мест Становится Все больше А какие Из них Являются Самыми Красивыми Давайте Спросим У Люберчан Вечный огонь Памятным героям Солдатам Погибшим Во времена Великой Отечественной войны Конечно же Вечный огонь В хорошем состоянии Сейчас Вечный огонь В общем В парке На той стороне Тоже Неплохо прогуляться Памятник Вечного огня В Люберцах Мне нравятся Там Наташинские пруды Там были Очень часто Самым красивым Я считаю Что фонтан Наверное Около Кинотеатра Ну может быть Стадион Там в принципе Торпеда Торпеда, да Красивый есть памятник В центре Вот Напротив Дома культуры Самым красивым Я считаю Октябрьский проспект И сквер Во дворе Дома 346 Не знаю Мне вот это нравится Очень И нравится Где фонтан УДК Вообще Наш красивый город Самое Красивое Наверное Это наш Городок Именно А Он самый зеленый Мы там часто Плываем И еще Там сейчас Памятник Поставили Но это Право В городке Б И там Территория Очень красивая Наташинский парк Паркные были Красивые у нас Какой парк? Люберецкий Который около Стокарой Не знаю Наташинский парк Может Вы знаете Мне кажется Город вообще За это время Стал самым красивым Подмосковье Потому что Новые улицы Все это Облагорожено И даже Я затрудняюсь Сказать Где у нас Спрашиваю Как показал Наш опрос Большинство Люберчан Считают Что самыми Красивыми Местами Нашего города Является Памятник Увечного огня И парк Наташинские пруды Просто лишний Выходной Или настоящий праздник Как либерчане Воспринимают День народного единства И будут ли его Отмечать Давайте спросим Что для вас Праздник День народного единства Что для вас Значит Когда мир И дружба В семье И между народом Естественно 7 ноября Для нас был Праздник Очень Такой Великий Поскольку Этого праздника Нет Нам взамен Должен был Другой Какой-то Тоже Великий Праздник Я думаю Что 4 ноября День Единственной Загласия Примирения Это тот Праздник Который нам Нужен Как мы воспринимали Этот день 7 ноября Красный день Календаря Так он и есть О господи Ну это же Самый лучший праздник В наше время Сейчас А почему Самый лучший Ну потому что Мы едины Это же Мы же Россия Россияне Поэтому едины Честно говоря Я не отмечаю Такой праздник Поэтому я Почему не отмечаете Для меня это просто Обычный выходной Со своими любимыми Людьми Это же была Вико-Октябрьская революция Создалось Наше государство Это 7 ноября 7 ноября Теперь 4 ноября Ну а смысл-то в этом Не меняется Все это что-то такое Доброе И патриотичное То что касается Нашей страны И мы должны Все объединиться В рамках наших проблем Которые сейчас И быть крепче Как можно больше Как будете его праздновать? В нарушенной обстановке С луками С детьми День отдыха Провестись с семьей Куда-то поехать Погулять Лишний день Отдыха Только и всего Как будете отмечать праздник? Отмечать в семье Скромно Ну скорее всего Поедем в Москву А что там? Поедем на площадь Посмотрим Обычно народ Где собирается всегда Мы поедем с мужем Говорим с ребенком Погуляем Просто проведем Этот день семейно вместе А что хотите пожелать Жителям района? Мира, дружбы и любви Счастья, мира, любви Согласен Пожелаем Жителям района Чтобы их настроение Было Как можно лучше В этот прекрасный Красный день Календаря И Жилось доброе И счастливое Итак, для кого-то День народного единства Так и остался Красным днем календаря А другие Видят этот праздник Совершенно по-новому К тому же Отмечать его Будут без исключения Все Так что С днем народного единства Вас, люберчане Наталья Григорьева Кирилл Евгеньев Специально для рубрики Свободный микрофон Вот так Люберчане Проводят свой Выходной день Посвященный празднованию Дня народного единства Ну а я Ольга Чуканова На этом с вами прощаюсь Напомню, что Спонсором Информационных Выпусков ЛРТ Является Фитнес-клуб Виджим Находящийся В поселке Тамилина Люберецкого района Всего вам доброго И до новых встреч В эфире Субтитры создавал DimaTorzok